Давайте с вами кратко познакомимся. Меня зовут Станислав Орехов. Кто-то меня уже знает, возможно, видел, смотрел мои материалы, читал Инстаграм, смотрел видео. Но как все начиналось, сейчас расскажу свою историю. Кого-то, возможно, она заинтересует, либо вдохновится. Знаю, что всегда интересно, как прошел путь. Итак, я начинал быть дизайнером случайно достаточно. Я пошел в строительный университет МГСУ и должен был быть строителем. На стройке даже не строителем, а конструктором. Но где я и где стройка, то есть данные и цифры меня не сильно привлекают. Меня увлекают именно логически какие-то задачи. С этой темой дизайн интерьера точно справляется и плюс творческие. И я понял, что мне нужно становиться дизайнером, именно работать на компьютере. У меня была такая же способность. И я захотел развиваться в этой теме. Для того, чтобы осуществить свою мечту, я пошел на практику. Договорился, что меня возьмут бесплатно. Ну, то есть я буду работать и мне платить ничего не будут. Но за это мне поставят практику, которая должна быть в институте обязательно поставлена. И плюс я думал, что научусь каким-то профессиональным фишечкам. Ну и, возможно, потом останусь работать. В принципе, так и получилось. Я пришел в компанию, устроился на работу. Там были ребята-дизайнеры, которые уже работали и которые помогли мне освоить несколько навыков. Это работа в автокаде. Я делал приметы интерьера, люстры, столы, стулья и дизайнер вставлял их потом в свои проекты. На втором месяце я уже научился работать. Меня научили в фотошопе и в 3D Maxi базовый. Я уже сам умел создавать проекты. Дизайн я еще не умел делать, но мне подсказывали, как надо делать. Давали чертежи, давали задачи, задания. И я уже по ним строил объекты. И выдавал чертежи под надзором, естественно, руководителя на стройку. Так продолжалось какое-то время. Я не сказать, что еще был дизайнером. Я был пока на данный момент визуализатором. Но я получил базовый персональный навык. Я умел делать картинки. И за счет этого я был полезен. За счет того, что я был полезен, мне начали платить деньги. Я получил уже не только удовольствие от работы. Я получил еще и финансовую поддержку, пусть небольшую. То есть я получал 100-200 долларов в месяц за полдня. Я при этом учился в институте. Для студента по тем временам это была неплохая такая прибавка. И таким образом я работал какое-то время. Дальше случился кризис. Компания закрылась. Я уволился. Ну или меня уволили. Да, сократили. И я стал искать себя на фрилансе. Стал искать какие-то другие заказы. И оказалось, что 3D Max это достаточно востребованная история. И можно дружить и знакомиться с дизайнерами. И они заказывают замечательные проекты. Соответственно, я так познакомился с некоторыми компаниями, которые ставили потом мои постоянные клиенты, с которыми я сделал десятки просто проектов, нарисовал очень много картинок. И таким образом я совершенствовал свой навык визуализации. Так продолжалось, наверное, тоже еще пару лет. Параллельно я учился в институте. И в какой-то момент, в курсе на третьем, я понял, что хочу дальше, хочу расти. Я, кстати, развивался в разных темах. Я искал себя и в игровой индустрии, и стенды делал. То есть я брал любые заказы и в конце концов понял, что все-таки мое, то, что мое предназначение, это дизайн интерьера. Мне больше всего нравилось делать с интерьера ни фасады, ни стенды, ни игровые какие-то проекты. Я в них тоже участвовал. И больше всего мне именно интерьер нравилось. Причем мне именно хотелось работать с какими-то крупными и интересными проектами. Подсознательно. Тогда я еще это до конца не осознавал. И так получилось, что я публиковал какие-то свои работы. Но больше, конечно, я искал резюме в интересных компаниях. И в один прекрасный момент я нашел предложение в компании. Я ходил на разные собеседования. Но я пришел в одну из, как мне казалось, таких недосягаемых и лучших компаний. Показал, что я умею делать визуализацию. А они как раз искали себе визуализаторов. Помощники главному. Там был художник, который все рисовал. Они делали особняки и делали очень крутые проекты, которые я вообще никогда в жизни не видел. Просто делали очень дорогие, большие объекты. Там тысячи, тысяч пятьсот метров. Очень богатые такие. В таком французском стиле. И плюс еще руководитель продавал антиквариат. То есть они одновременно занимались их комплектацией. Для меня было это, конечно, какой-то новый мир. Абсолютно какая-то непознанная вселенная. И я пришел, увидел, что они делают. И тогда я, конечно, там очень захотел работать. При этом у меня уже были работы. Я им показал свое резюме. Мне нужно было не руководителю даже понравиться. Мне нужно было понравиться именно их визуализатору. Я сначала пособеседовался с руководителем. Показал, рассказал, что я умею своих навыков. То есть он посмотрел, что я вменяемый, нормальный, адекватный студент. Третьего курса. В целом близкий к строительству. И еще умею рисовать. Что у меня нормальные человеческие навыки. Что я нормально общаюсь, хорошо держусь. И тогда он познакомил меня с визуализатором, который тогда был. И попросил его оценить качество моей работы. Он посмотрел, поспрашивал на меня какие-то детали. Я на тот момент уже, в принципе, работал достаточно хорошо. Методика работы в этой компании была следующая. Они создавали проекты. И потом в фотошопе наклеивали антикварные какие-то изделия. И получался такой коллаж. У меня же была другая техника подачи. То есть я преднез новый технологический прорыв, который я научился в предыдущих местах. И научился самостоятельно. Я, по сути, вывел работу в этой компании на новый уровень. То есть я был передовой по технологии. По сути, покупая меня, это я сейчас понимаю, они покупали технологию. Технология была следующая. Тогда вышел специальный системный движок, это V-Ray был. И он позволял делать половину работы за художника. И правильно, качественно расставлять свет. То есть тогда этого не было, что свет расставляется очень хорошо. Картинки были все плоские. Это сейчас все фотористично. Тогда этого не было. Но это я не рассказываю не для того, чтобы повторять этот путь, а для того, чтобы было понимание, что если вы научились чему-то, чего вы можете привнести в компанию, в которую устраиваетесь, того, чего нет. Например, это систематизация, это понимание процесса. Это, может быть, какие-то фишки, технологии. То есть то, чего там нет. И вы туда привносите, то выбор падает на вас в большинстве случаев, потому что это просто выгодно. Руководителю не надо самостоятельно развивать отдел производства и развития в компании. Он просто берет готового специалиста. Тогда я назвал достаточно высокую цену. Я, как сейчас помню, я назвал 500 долларов. Это было достаточно много. Ну, то есть даже это и сейчас, в принципе, нормально. Тогда это было для студента почти больше, чем в два раза, сколько я привык получать обычно. При этом я договорился, что я буду работать половину дня. Вот в чем была фишка. Половину дня я учился в институте, потом ехал из института в компанию. И за счет того, что я очень быстро умел работать, я уже знал горячие клавиши, у меня уже были какие-то свои проекты. Я понимал, что я могу достаточно быстро делать работу. Так и получалось. И я был очень выгоден для работодателя. Я, во-первых, принес технологию. Во-вторых, я принес скорость работы и научил, в том числе и других ребят, которые там уже потом работали, после меня визуализаторов и дизайнеров. Я их научил тоже этой технологией. То есть я был таким полезным человеком на самом деле. Тогда я назвал эту сумму, она была оправдана. И руководитель согласился. Он сказал, что да, мы возьмем тебя на месяц и посмотрим по результату месяца, как получится. Я был очень обрадован и пришел на работу. Соответственно, в этот момент работа заключалась в том, что мне дали чертежи. Чертежи я таких никогда не видел. И вообще таких проектов я никогда не видел. Это были просто особняки. Просто недостигаемые, казалось. Но вот она работа, вот этот шкаф, который надо чертить. Вот эта ванна огромная. То есть там я ванну делал, которая была раз в два больше всей моей квартиры. И я ее рисовал. И тут у меня получилось так, что мои профессиональные навыки, они сошлись с интересными заказами. И я стал получать очень качественные, хорошие картинки. Благодаря работам архитекторов, которые там были. А я делал их в визуализации. То есть я их делал именно как воплощение. Это очень прикольно получалось. Всем нравилось. Что я делал дальше? Я брал эти картинки и публиковал в интернет. Сначала на ресурсах, чтобы развиваться. Были такие ресурсы. Ну, они в принципе и сейчас есть. Где ты можешь поделиться тем, что ты делаешь. И получить обратную связь от опытных профессионалов. Так получилось, что работы, которые я выкладывал на эти ресурсы, их смотрели потенциальные заказчики. Ведь где смотреть заказчикам информацию? Да, они идут в интернет и ищут те работы, которые им нравятся. Я работы, естественно, выкладывал очень качественные. Люди их видели и стали меня приглашать. Кто-то заказывал только визуализацию, а кто-то в какой-то момент стал заказывать дизайн. Меня пригласили на собеседование. Это был, как сейчас помню, салон красоты. Там был руководитель салона красоты, которая просто меня нашла в интернете по красивым картинкам. И говорит, вот да, этот парень сделает. И я сказал, я не дизайнер, я пока только картинки делаю. На что она сказала, так тоже сложилось. Тут такая базовая случайность. Но сложилось так, что руководитель салона, он сам был непростой человек. Он уже делал много ремонтов и дизайнов. И он мне сказал, что мне нужны только идеи. То есть сделай идеи, а дальше мы придумаем, как воплотить. У меня есть опыт работы с материалами, опыт работы со строителями. То есть придумываю идеи, рисую картинки. Мы только согласуем, сами уже дальше сделаем. Я говорю, окей, не вопрос. И стал рисовать идеи и концепции. Так я сделал первый проект. Салон красоты. Там я делал 4 варианта. Об этом расскажу чуть позже. После того, как я сделал салон красоты, меня этот же руководитель попросил сделать дизайн его квартиры. Он как раз купил квартиру достаточно большую. Это была квартира более 100 метров, 120, по-моему. И такой был хороший качественный дизайн бизнес-уровня. Я тоже его сделал, естественно, рисовал картинки. О дизайне я тогда немного понимал и знал. Я открывал журнал и смотрел, как другие ребята делают. И старался что-то копировать. Единственное, что было уникально, мы разрабатывали уникальные планировки. Планировки мы разрабатывали так, так как у меня тоже опыта не было в разработке планировок. Но у меня были друзья, знакомые, которые сидели со мной в компании, и с которыми я мог посоветоваться. Был коллега, с которым мы вместе работали, и я ему помогал делать 3D-модели. И я его учил делать визуализацию, настраивать рендер, и он делал себе проекты. А также он мне помогал делать чертежи. Он учил меня делать чертежи. И в какой-то момент я стал его нанимать на работу. Мы вместе с ним делали обмеры. Ну, вдвоем обмеры делать гораздо веселее и интереснее. В курсе по дизайну я рассказывал вам эту технологию, когда у вас есть два специалиста, и вы вместе с коллегой делаете обмеры в 2 или в 3 раза быстрее и точнее, чем в одиночку. И потом ваш коллега чертит, а пока он чертит обмеры, вы придумываете дизайн. Вот такой тандем вдвойне. Работа, он очень интересен. И как мы делали? Я общался с клиентом, составлял техническое задание. Дальше мы вместе обмеряли. Дальше я придумывал дизайн в 3D, подбирал материалы и согласовывал его с клиентом. И как только я согласовывал картинку с клиентом, я отдавал дальше дочерчивать коллеге. И он дочерчивал, и, соответственно, получался проект. По этому проекту я уже сам мог провести авторский надзор и проследить, чтобы все было реализовано. Таким образом, мой коллега тратил не так много времени, но получал зарплату за эту работу. А я, в свою очередь, не делал то, что мне не нравилось. Это чертежи. Я умел их делать, но я не тратил просто на это время. Мне физически этот процесс не очень нравится. Мне больше нравилось общаться с клиентом, подбирать материалы и рассказывать, защищать проект, вдохновлять идеи и делать 3D-визуализацию. Это было мое. Это было первое разделение обязанностей, которое мне помогло двигаться дальше к делегированию и к созданию студии. Очень полезная штука. Поэтому, если с кем-то вы работаете, с кем-то учитесь, вы можете разделить также обязанности и ответственность. Кто-то общается с клиентом и придумывает идеи, а кто-то их воплощает. Так вполне возможно. Можно поменяться, но лучше сразу же договариваться, кто что будет делать, и каждому человеку давать ту часть работы, которая ему наиболее интересна. В этом и заключается все волшебство, что когда ты делаешь то, что тебе нравится. Нравится общаться с клиентом, общаешься. Нравится чертить и делать визуализации. Сидишь за компьютером и работаешь за компьютером. Да, кстати, я договорился в компании, что параллельно я буду успевать делать работу и буду делать еще свои проекты. Ну, просто так с руководителем договорился, чтобы было честно все. И он сказал, не вопрос, главное, чтобы ты успевал наши задачи делать. Дальше, если ты сможешь зарабатывать дополнительно, то почему бы и нет. Мы так и делали. В свободное время я спрашивал совета у дизайнеров, архитекторов, у опытных руководителей, которые там были, и они мне где-то что-то помогали. В общем, я рисовал планировки, спрашивал комментарии у своих коллег, они меня правили, дальше я презентовал клиенту, клиент носил какие-то свои правки, ну и в итоге у нас получалась планировка. Как только у нас получалась планировка, это уже половина дела, дальше я закидывал ее в 3D Max, это я уже умел делать, и создавал по сути концепцию дизайна, таким образом, чтобы она понравилась клиенту, чтобы она и мне нравилась, и клиенту. И продумывал, какие материалы там будут. Материалов я знал немного, я знал базовые материалы, что есть паркет, есть плитка, есть гипсокартон, ну и как бы из этого и лепил то, что думал является дизайном. Людям частично нравилось, частично были какие-то комментарии, но в целом потихонечку тема завертелась. Получилось достаточно неплохо, и дальше, когда мы стали закупать уже оборудование, комплектацией заниматься, квартиры, получилось так, что у руководителя компании по свету, у которого мы закупали оборудование, у него тоже была квартира, она была 200 метров. И он спросил, кто дизайнер, я сказал, что я дизайнер, он попросил, не могу ли я сделать для него, я сказал, да, конечно, вообще не вопрос могу сделать. И так получилось, что у них была компания достаточно дружная, и я стал делать дизайны всем остальным их друзьям, то есть буквально кому-то там хаус делал, кому-то дом делал, кому-то реконструкцию, так у меня появились, наверное, первые 3-4 заказа, которых мне хватило там на пару лет работы. И, собственно, на этих заказах точно таким же способом я учился делать дизайн, делал что-то, что сам, так как образования у меня профильного не было, но у меня были замечательные учителя, которые на практике помогали и позволяли мне либо совершать ошибки, и говорили, что это ошибки, и потом я их правил. Я быстро учился, потому что когда тебе платят деньги и требуют результат, у тебя происходит очень быстрое обучение, у тебя нет возможности отложить на потом, у тебя нет возможности подумать, нет возможности сказать, что я не талантлив или я не умею. Нет, ты договорился с человеком, у тебя есть деньги, у тебя есть срок, у тебя есть время, и твоя задача решить вопрос. Собственно, вот эта тема воспитывает качество решения вопросов, и даже если ты что-то не умеешь, до кого волнует, что ты что-то не умеешь? Иди научись, иди спроси, если не умеешь, Если не знаешь, уточни. Вот тебе справочник, толстый, тонкий. Вот тебе интернет, где можно картинки посмотреть. Вот тебе поставщики, у которых можно спросить, как, что делается. Иди разбирайся. Ты умный человек с высшим образованием, почти законченным дипломом. Ты разберешься. И такой подход очень прикольный. Он, по сути, воспитал во мне самое главное. Это любознательность и умение решить любой вопрос путем переговоров, путем того, что я спрашиваю, путем логических каких-то заключений. Привнося, естественно, часть творчества. Творчество тоже забывать ни в коем случае нельзя. И творческая составляющая у меня развивалась за счет того, что я смотрел много картинок, качественных, интересных. И второй момент, я работал все-таки в компании вот в этой, которая делала очень крутые проекты для очень крутых клиентов. И за счет того, что там были очень классные такие заказы, которых я никогда просто не видел, я там обучался именно по-живому. То есть я видел именно мир дизайна с вип-клиентами, с премиум-сегментом, даже бизнес. У меня был именно премиум. И, соответственно, я оттуда брал какие-то технологии, модели, профиля специальные. В общем, я оттуда брал, моделировал и адаптировал это под своих клиентов. У меня были не премиум-клиенты, но бизнес-клиенты. Для них это тоже было круто, потому что они хотели за недорого получить премиум-уровень. Я умел это делать. То есть визуально это выглядело так, как надо. Ну и, в принципе, и по факту я старался никогда не делать какие-то бутафорские вещи. Если карниз, то карниз такой мощный. Если дверь, то дверь как надо с такими профилями-наличниками. Если материал, то натуральный. Ну, в общем, все вот, что потом легло в основу моего стиля. И так я делал несколько проектов. В какой-то момент я понял, что надо уже развиваться дальше. У меня было много заказов. Параллельно и по визуализации, и по дизайну я уже разрывался. И я понял, что частично надо делегировать. То есть я делегировал моделин по визуализации для того, чтобы делали мне те модели, которые мне нужны, тогда нельзя было скачивать. Сейчас уже много моделей, инструментов, которые можно в интернете посмотреть. На нашем курсе также по дизайну и по визуализации я даю там просто гигабайты модели. Просто бери, используйте, ничего делать не надо. Тогда этого не было. Каждый модель, каждый стул нужно было моделировать. И я договорился с коллегами, что они будут мне помогать. Кто-то мне помогал с чертежами, кто-то помогал с обмерами, кто-то помогал с моделями. Все это делали мы в свободное время, либо по вечерам, либо по выходным. Естественно, никаким образом не мешая работе. Поэтому начальник, который у нас был, кстати, большое благодарность и спасибо. Во-первых, за то, что обучал. Во-вторых, что не мешал развиваться. Это очень круто. Я думаю, что я тоже очень помогал им в развитии и в презентации, потому что было такое взаимовыгодное сотрудничество. Самое главное, никто не делал ничего из-под полы. Все все знали. Это тоже одно из основных, я считаю, ключевых навыков, знаний. Вот такая честная позиция, абсолютно такая прозрачная. И такую позицию можно уважать. Как бы я уважаю и меня уважают. Также работает с клиентами. Эта позиция помогает воспитать себе именно сильную аргументацию, именно общаться с любым клиентом, не заискивая, несмотря на него снизу вверх, а на равных. И не всегда это, конечно, получается. Но постепенно, я думаю, что эту тему тоже нужно развивать. У кого-то она уже есть. У меня тогда не было, когда я начинал. Но у кого-то уже, возможно, сейчас есть, что все люди понимают, что мы на равных. Единственное, что нас отличает, что мы знаем, допустим, больше о технических составляющих, о дизайне, то есть о профессии. Собственно, за это нам и платят. С такой позиции очень легко вести переговоры. Это одна из основных вещей. Тогда у меня это было не всегда получалось, но я эту тему постепенно развивал. Что было дальше? Ну, дальше было совершенно замечательно, потому что я в какой-то момент понял, что заказы, которые ко мне приходят, да, я продолжал выкладывать работы, получать клиентов. Приходили по сарафанному радио. Я понял, что находиться уже три дня в неделю, я договорился, что буду работать не после обеда, а просто три дня в неделю в компании. И этого тоже уже не хватало. Я получал достаточно хорошие деньги. И я пытался два раза уйти с работы, но у меня не получалось, потому что начальник, руководитель мне добавлял просто денег. Говорит, слушай, не уходи, пожалуйста, все работает, все отлично. Давайте я просто добавлю сколько там денег, сколько надо. 200, 300, 500 долларов. И просто оставайся, потому что у меня все работает. Мне важно, чтобы ничего не менялось. Я первый раз сказал окей и завис еще на полгода. Но через еще полгода я понял просто, что даже тогда я зарабатывал очень неплохо, около 3000 долларов, в принципе, для студента, только заканчивающего высшее учебное заведение, это было очень-очень неплохо. Я купил себе практически уже квартиру, машину и понял, что нужно как-то двигаться дальше. Но вот такая внутренняя, наверное, мой барьер, немножко стопор, да, не позволял мне это сделать. Наверное, надо было раньше организовывать. Может быть, я еще не был готов. Но получилось так, как получилось. В какой-то момент я просто подошел к руководителю и сказал, «Спасибо большое, да, я вижу, что вы мне добавляете деньги, я вижу, что я для вас ценен. Я могу вам там помогать что-то делать, но я понимаю, что мне нужно сейчас расти. И, к сожалению, я должен уволиться. Спасибо вам за те годы, которые мы были вместе. И я, в общем, сам теперь дальше». Он сказал, «Все, удачи тогда тебе, расстались замечательно, друзьями, все очень круто, все очень классно». Я купил себе квартиру и первая тема, я взял себе помощника, менеджера, первый мой сотрудник. Он сидел вот рядышком со мной здесь. И я ему делегировал общение. Первое – общение с моделлерами. И второе – это общение с клиентами по согласованию. А сам я занимался тем, за что мне платили на самом деле настоящие деньги. Это визуализация. Я делал очень качественно, очень быстро визуализацию. Я делал не только качественно, я делал еще и быстро. Исходя из этого, получалось так, что из 100%, которые клиент платил нам, 80% я получал себе за очень небольшое время. То есть, тратил процентов 20. А 20% получали все остальные, кто делал моделинг, кто управлял, кто искал модели какие-то, кто общался с клиентом. То есть, просто организационная часть. А рентабельность была вся на мне, потому что я именно умел навести вот эту вот красоту. Я умел очень быстро это сделать. Соответственно, это было моим ключевым преимуществом. И так очень много денег мы заработали. То есть, действительно, хорошие деньги. Тогда конкуренция по визуализации была не такая большая. И в новинку, в диковинку было то, что кто-то делает такие проекты. Тогда были там компании, такие мастодонты, как iCoop, Барламов, Илья и похожие. На самом деле, не так было много игроков. Были какие-то частные такие, локальные ребята. Но реально было такое время, что визуализатор, который обладает такой технологией, как я обладал, тем более с каким-то базовым бизнесом, мог очень хорошо зарабатывать и очень хорошо получать. Плюс к этому я выкладывал работы не только на российские ресурсы, но и на зарубежные. И ко мне в какой-то момент пошли еще и зарубежные заказы. Иностранный клиент пригласил меня во Францию для того, чтобы участвовать в проекте. Они делали большой отель. Их компания, это был клиент корпоративный, и их студия взяла заказ на отель. И нам предстояло вместе разработать часть визуализации, часть дизайна, создать, может быть, даже фильм. Он пригласил меня, купил билеты. Я никогда в жизни не был в Европе. Это был такой первый раз. И до этого отдыхал только в Турции и в Египте. А тут я попадаю вообще в новый мир. И было очень здорово, потому что он мне показал вообще весь лазурный берег. Он покатал меня на машине, свозил на объект. Это было очень интересно и очень ценно. Ему было мое участие, что я помогаю ему с закрытием компетенции, которые были у меня, это концепции и визуализации. А он, соответственно, имел возможность работать вот с таким вот надежным партнером, пусть и из другой страны. И мне, конечно, это было очень ценно, очень лестно. Это одно из самых моих главных впечатлений и то, почему я люблю эту профессию. Что у тебя есть возможность исследовать мир. Не просто путешествую как турист, а с какой-то целью, с какой-то задачей, взаимодействуя с людьми. Это гораздо более интересно, чем просто так ходить и смотреть на достопримечательности. Для меня это было очень-очень важным этапом в моей жизни. Мы сделали несколько проектов с этими клиентами и зарубежный опыт, конечно, был для меня очень полезен и интересен. У меня осталось моих фотографий. Это то, ради чего тоже стоит работать и заниматься дизайном. И вы также можете работать не только в своем городе, но и взять зарубежные заказы. Для этого нужно быть интересным заказчиком. И как раз таки, как это делать, как продвигаться на иностранном рынке, я тоже буду советовать. Рассказывать, у меня есть в этом опыт. Есть понимание, как с ними взаимодействовать, в том числе и по интернету. И с удовольствием с вами этим поделюсь, потому что есть стратегии и система по этому вопросу. У меня был стабильный достаточно бизнес на визуализации. Он позволял мне доводить развиваться в теме дизайна. Мне, естественно, было больше близок дизайн. Но я адаптировал, автоматизировал практически тему по визуализации. Я взял сначала одного менеджера, потом второго. В итоге поставил двух менеджеров, договорился с корпоративными клиентами. Тогда ко мне уже стали приходить серьезные компании, серьезные клиенты. Я уже тогда сделал себе какой-то базовый сайт. Они видели, что я делаю работы. Там Сбербанк, Аэрофлот. Тогда вот мы познакомились и начали работать. И я посадил менеджера, который помогал уяснять у клиента, что ему нужно. И дальше команда, по сути, делала. Это позволило мне, в принципе, зарабатывать очень неплохо. Сам я отвлекался на визуализацию, но уже не так часто. Через какое-то время мы взяли также себе помощников-визуализаторов, которые я передал технологии свои. Это, кстати, позволило мне записать курс, когда я описал технологию и передал ее. Как я это делаю? Стали просить, во-первых, ребята зарубежные, помочь, научить их. Во-вторых, я понял, что нужно сотрудников тоже своих обучать для того, чтобы они быстрее делали и зарабатывали больше денег о себе и мне. Так я создал первый курс по визуализации. В 2009 году это было. Стал его продавать на зарубежный рынок, обучая людей. Во-вторых, стал обучать на нашем рынке тоже людей. И таким образом мне получилось передать, опять же, технологию. Передача технологии помогла автоматизировать, построить компанию по визуализации, которая приносила мне деньги и которая позволила мне полностью переключиться на тему дизайна, которую я никогда не забывал. То есть параллельно всему этому, то, что я сейчас рассказываю, я занимался дизайном. Я делал те заказы, которые я рассказывал тем друзьям первых моих клиентов. Дальше они меня советовали еще кому-то. И дальше я уже стал выкладывать целенаправленно работы и называть уже себя дизайнером. Соответственно, ко мне пошли заказы по дизайну. Дальше я стал брать себе чертежников, познакомился с дизайнерами. В общем, стал набирать команду по дизайну. При этом я тоже понял, что мне нужно разбираться в этой теме. А так как у меня уже был навык изучения темы с нуля, практически в визуализации, тогда не было никаких учебников, ничего, мне приходилось самому это изучать. Также точно я и изучил тему по дизайну. Я вытащил абсолютно много учебников, информации, проштудировал документацию. И так как у меня были уже готовые проекты и люди, с которыми я могу посоветоваться, я вот учился и на практике, и плюс черпал вдохновение в книгах, в ресурсах, на интернете. И получилось так, что я стал изучать эту тему и потом стал ее раскладывать по полочкам, поэтапно. И таким образом потихонечку-потихонечку становился дизайнером. Те работы, которые вы видите, вы можете посмотреть, насколько качественно получается. Ну, клиентам всем нравилось, и они заказывали. Плюс к этому параллельно я еще общался с крутыми архитекторами и с дизайнерами, которые заказывали у меня визуализацию. Я считаю, вот этот вот навык визуализации, он тоже мне очень сильно помог. Такой вот локальный навык, казалось бы, да, в принципе дизайнеру не обязательно делать визуализацию, но это позволило выйти мне на таких людей, с которыми бы я никогда не смог пообщаться. Это замечательные архитекторы, не буду сейчас перечислять, чтобы никого не обидеть. Можно проекты посмотреть, там у нас портфолио. Может быть, отдельный список сделаю с благодарностью тех людей, кто реально повлиял на меня. И это очень сильные архитекторы, очень сильные игроки. И мне было просто за счастье общаться с такими людьми. Если бы я не обладал тем навыком, который у меня был в визуализации, я бы никогда не смог к ним подступиться. Почему? Потому что я такому интересен. В принципе, я никому не интересен. Интересны именно мои навыки. И обладая вот такими навыками, я, по сути, получил доступ к феноменальной информации. И я считывал не то, даже что они говорят, а между строк. То есть, как они думают, действуют, мыслят. Даже так, как они дают комментарии на работу. Вот, к примеру, я рисую рисунок, а он дает комментарии. Я спрашиваю, почему? И он объясняет, почему именно так. Вот это позволяет очень качественно получать обратную связь. И вот я учился еще, в принципе, и так. Еще немножко отвлекаясь, я начал работать с корпоративными клиентами. Один из таких интересных заказов, он и корпоративный, и одновременный, и частный. Мне заказали дома делать, поселки в одном. И заплатили за них очень неплохие деньги. Я пришел и спросил, для чего им нужны визуализации. Они сказали, для презентации, для продаж. Там было 15, по-моему, домов. И эту работу я оценил в 1200 долларов за каждый дом. То есть, я получил 17 тысяч долларов за 15 домов. Вот это был самый такой крупный заказ. Тогда я примерно за эту цену квартиру себе купил. Да, не в Москве, но в Подмосковье. Ну, плюс там немножко накоплено. Но это было очень круто. И, в общем, тогда я понял, что тема с корпоративными клиентами тоже очень важна. И взяли меня туда благодаря тоже навыкам, благодаря возможности упаковать и презентовать, и объяснить, как я работаю, что я делаю. В общем, стечение обстоятельств, стечение навыков. На самом деле, это не случайность. Это прогнозируемая история. Я выкладывал работы. Я готовил портфолио. Я знакомился с нужными людьми за счет работ, за счет нетворкинга, за счет общения. Находил какие-то такие взаимосвязи, которые будут всем удобны. Потом они знакомили меня с руководителями. Руководители видели, что я могу быть полезен в том-то и том-то. То есть, по сути, я помогал им продавать. Если бы у них не было картинок, вот таких, как я делал достаточно быстро, они бы не могли продать свою недвижимость. А я делал это быстро. То есть, для них эти 17 тысяч долларов, у них дома по 6 миллионов долларов стоили. Какая разница? И все были в выигрыше. И вот такие связи, они тоже нужны. То есть, нетворкинг тоже работает. Но к чему я это? Корпоративные клиенты тоже прикольно. Но самое интересное, что в какой-то момент там, в этом дорогом поселке, меня познакомили с моим тоже первым VIP-клиентом таким. Раньше я работал только с бизнес-уровневым, а тут меня познакомили с премиум-сегментом, с абсолютным. Который, вот там был дом огромный, там на полторы тысячи метров, да, там много, за 30 или за 50 миллионов долларов. Я даже не знаю, как он стоил. Очень много. Меня просто пригласили. Я пришел, говорю, я как бы умею делать дизайн. Тогда я уже представился, что я, да, умею делать дизайн. А я еще умею рисовать красивые картинки в визуализации. Говорю, давайте делаем следующим образом. Я вам нарисую, как я вижу ваш дом, я его посмотрел. Если вам понравится, то, собственно, начнем работать, заплатить. Если нет, ну, как бы нет, так нет. Клиент согласился. Я нарисовал проект, очень такой, ну, интересный, концепцию, можно сказать, проекта. Он сравнил мою концепцию с работой итальянского дизайна. У него был итальянский дизайнер, который рисовал ему от руки. А я нарисовал в 3D, и ему моя идея больше понравилась. Ну, не знаю, хуже она была, лучше, это уже такое субъективное. Но факты таковы, что моя идея, моя подача ему понравилась больше. Он говорит, окей, все понятно, ты здесь, во-первых, ты здесь. Во-вторых, там, ты умеешь рисовать. Мы с тобой можем придумать какие-то идеи. Архитектор, он замечательный итальянский, но где-то далеко. Может быть, даже так он подумал, я не знаю сейчас. Но факты таковы, что работу мы выбрали, проект мы выбрали, и стали его внедрять без изменений. То есть я после того, как сделал визуализацию, я отчертил это все с помощью помощника, делегировал это все чертежи на архитектора. Он это все отчертил, и дальше я стал уже настройки это методично внедрять. Вот так получился вип-проект. После этого проекта поступили еще другие. Я уже понял, что на самом деле ничего сложного нет. А более того, открытие заключается в том, что более дорогие проекты, на самом деле, делать даже проще. Ну, мне было. Во-первых, там и размах больше, во-вторых, и с клиентом как-то было проще общаться. В-третьих, ну, никто денег не зажимал, сколько надо, столько надо. То есть задача была только понравиться и сделать так, чтобы клиент тоже был доволен. Интересный тоже опыт. И еще одно такое наблюдение, да, если вы только пытаетесь обучаться дизайну, то какая разница, если вы не знаете, как вообще делать дизайн для эконом-сегмента, как не знаете для бизнеса, так точно так же вы не знаете, как для вип-сегмента делать. И фокус заключается в том, что если вы и то, и то, и то не знаете, какая разница, можно сразу учиться делать крутые проекты, укладывать в портфолио сразу классные идеи, сразу классные проекты, их рекламировать, и на них уже будут приходить люди. И еще одно обстоятельство, что почему визуализация полезна делать и учиться уметь, потому что, во-первых, так вы в безопасности тренируетесь и можете показать людям то, что вы на самом деле стоите, то, что вам нравится, вы можете сделать проект для себя. Не обязательно кого-то искать и ему делать, или говорить, вот клиент такой, поэтому получилось не так качественно или не так классно. Вы можете выбирать свою работу, свой проект, делать его учебным, делать его на обучении, делать его с клиентом, неважно, но вы, главное, можете сделать свой проект такой, какой вы считаете нужным. И самое интересное, что именно на этот проект придут те клиенты, с которыми вы хотите работать. Вот примерно поступал так я, у меня получилось это достаточно случайно, я не делал проект, но я делал картинки, визуализации, и ко мне стали приходить такие клиенты, а потом стали меня советовать. Вот так вот оно работает, может быть честно, может быть нечестно, то есть я вам просто рассказываю как факты, самое главное, никого я никогда не обманывал, я всегда говорил, что я неопытный дизайнер, но я умею рисовать, и я умею рисовать концепции, а дальше я могу нанять чертежника, либо вы наймете, и вы, соответственно, сможете сделать. Это так, это вступление в сторону. Но в итоге я научился делать дизайн, я, так как умел уже чертить в автокаде, я научился чертить рабочку, стал разбираться в материалах, стал разбираться в последовательности, что нужно делать в первую очередь, что во вторую. Благодаря тому, что клиенты у меня были, какие-то были достаточно такие лояльные, по знакомству, по рекомендации, я думал, что дизайн – это профессия просто мечты. Но не все были такие клиенты, были и достаточно вредные клиенты, и они научили меня на самом деле даже большему, больше, чем все остальные. Вредные, условно вредные клиенты, они на самом деле развивают нас, и мы благодаря им становимся лучше. То есть они задают такие вопросы, на которые тебе нужно искать ответы. К примеру, когда я рисовал какую-то конструкцию, клиент говорит, я не могу тебе согласовать вот эту стойку под телевизор, потому что я не знаю, сколько она стоит. Ты сейчас нарисуешь, а сколько она стоит, откуда я знаю? И мне приходилось заранее выискивать цены, говорить примерно, сколько это стоит. И в итоге это позволило мне не только картинки рисовать, но и непосредственно пообщаться с технологией, как это будет произведено, как это будет сделано, сколько это будет стоить, как это будет смонтировано. То есть для того, чтобы быть качественным дизайнером, вредные клиенты, они на самом деле задают правильные вопросы. И с тех пор это тоже один из моих принципов и выводов. Если задаются какие-то вопросы, либо если клиент чем-то недоволен, то есть это не вредный клиент, это реально надо что-то дожать, либо что-то доделать. Дальше все шло по нарастающей. Мы сняли офисы. Моей задачей было привлекать клиентов, делать концепции. У меня уже работали сотрудники. И так мы сделали достаточно много проектов уже в студии, в компании. Я вам их покажу. На данный момент самые такие интересные, качественные проекты, которые мы делаем, которые мне доставляют удовольствие, которые мне нравятся, которыми я горжусь. И в какой-то момент у нас было два офиса. То есть мы уже купили, я в недвижимости покупал себе офис и со съемного переехал уже в свой собственный. Мы сделали там ремонт и работали там какое-то время. В целом у нас было два офиса одновременно в какое-то время. Потом я понял, что это не обязательно. Стали развиваться технологии современные, как сейчас. Вот мы с вами общаемся за счет интернета. Сейчас достаточно высокая скорость передачи данных. Клиенты тоже практически не ездят. Вот у меня сейчас такой кабинет и вся технология работы, она перешла в удаленный формат. Если нужно, я еду к клиенту. Они покупают мне просто билет. Кстати, к иностранным клиентам я тоже так ездил. Они покупали мне билет. Я ездил во Францию, на Кипр, где обмерял их объекты и дальше приезжал, работал. В Казахстане были проекты, ну много где. Также я работал удаленно в США. Делали там дом, его построили и даже потом продали. Делал инвест-проекты. В общем, удаленный формат работы работает замечательно. И клиент либо приезжает к нам сюда, но в целом вся работа происходит онлайн и через интернет. И это еще один такой важный момент. Если вы как-то не знаете, либо боитесь удаленного формата, компьютера, то вы уже очень сильно отстаете от работы, от бизнеса, от будущего. В будущем в любом случае вот это технология. То есть, как раньше я говорил, технология визуализации очень сильно помогла мне в развитии. Сейчас технология именно онлайн обучения и работы в целом онлайн, она позволит развиваться очень сильно. Потому что можно жить в любом городе, учиться у лучших представителей в профессии, практиковаться там же и брать заказы, если у вас качественные проекты не местного уровня, а международные, вы можете брать и международные проекты. Люди-то заказывают, они же тоже понимают, кто качественно делает, а кто нет. И оправдание, что вот в нашем городе там кто-то не покупает, оно сейчас не принимается. Я вот лично работал и в Казахстане, как я говорил, и за рубежом. Вот, в общем, это важная такая составляющая. Благодаря тому, что технология сейчас онлайн. И поэтому очень рекомендую переходить сразу, если строите либо начинаете карьеру, сразу же думать о том, как вы будете самостоятельно себя мотивировать, самостоятельно там работать по качеству, с кем-то консультироваться по качеству работы, диригировать, все это дело происходит онлайн. Поэтому это очень важная часть. Дальше, в общем-то, я понял, что для того, чтобы построить компанию студии, чтобы выйти из операционного управления, развиваться, мне нужно систематизировать как-то процесс. Что значит систематизировать? Нужно описать стандарты качества, нужно описать сценарии работы, нужно дать людям, которые ко мне приходят, полностью технологию. Технология по визуализации достаточно простая, я ее передаю где-то за месяц, за полтора, но человек берет, по методичке учится, я консультирую, у него получается делать визуализацию. По дизайну гораздо сложнее. Почему? Потому что она состоит из нескольких составляющих, то есть там надо процесс понимать, там надо обладать навыками дизайна, навыками именно работы в программах, надо уметь придумывать, дальше нужно защищать свою работу клиенту, надо собирать технические задания, надо психологически быть подготовленным, нужно общаться со смежниками, с поставщиками, нужно уметь находить выход из сложных ситуаций, то есть очень много разных элементов нужно делать. Поэтому дизайн достаточно тяжелая история, ну в плане, ну не то что тяжелая, она длинная, то есть где-то 6-7 месяцев нужно вместо двух. И визуализация это только часть дизайна, одна из составляющих, которая позволяет показать то, что вы придумали. Но защита проекта от визуализации не зависит, зависит от того, как вы умеете рассказать, донести, преподнести, уметь считать деньги, ну и многое другое. Поэтому я понял, что мне нужно системализировать, в том числе и дизайн, и я отошел уже по максимуму от визуализации, стал изучать эту тему, как можно прописать правила и как построить студию. В итоге получилось, что я построил системную студию. Что это значит? Это значит, что я разделил этапы работы на составляющие, составляющие, объяснил клиенту, почему это важно. Сейчас это прописано в договоре. Дальше я сделал стандарт профессии. Так получилось, что есть 10 функций в работе дизайнера, которые тоже нужно понимать и уметь. Это функции и руководящие, когда ты одновременно являешься руководителем себя и своей компании, и одновременно исполнителем. Можешь это делегировать, если захочешь. Этому соответствует сейчас стандарт профессии. Также в какое-то время я понял, что нужно транслировать знания, транслировать свои наработки. Людям стало интересно, я стал рассказывать это так персонально некоторым. Им стало очень интересно, я это увидел. И я решил сделать большую конференцию. Мы в итоге создали дизайн-конференцию с партнером. И так получилось, что на конференцию пришло около 100-120 человек. Дизайнеров это было первое событие, где я рассказал свою концепцию по созданию студии, по видению того, как может дизайнер зарабатывать, какие должны быть правильные этапы работы, в общем, как вести бизнес правильно. Это была первая такая методика в 2010 или 2011 году. Каждый год мы делаем дизайн-конференцию, куда приглашаем уже не только я делюсь информацией, но и многие именитые дизайнеры уже выступают там и делятся тем, как они видят дизайн, как они работают. В дизайне можно работать, потому что разными абсолютно способами, не обязательно, как я говорю, то есть понимать принцип, понимать концепцию, но дальше каждый путь выбирает свой, и каждый получается на конференции, в том числе рассказывает свои какие-то фишки, методики. Этим и ценно это событие, что помимо просто каких-то теоретических знаний, именно практики делятся своим опытом с разных сторон, с разных сфер. Кто-то рассказывает, как делать планировки, кто-то как общаться с клиентами, кто-то как компанию построить разными способами, кто-то как декор делать, в общем, как стать медийным, и все, что с этим связано. Также на дизайн-конференции есть VIP-блог, это третий день, где я резюмирую все это дело и уже по полочкам раскладываю детально, как вы можете это применить. Но кто-то был, возможно, на этом мероприятии и знает, о чем я говорю. То есть моя ключевая особенность, то, что я вижу тему с абсолютно разных сторон, и с бизнеса, и с творчества. Я умею и понять, что такое красота, и умею сделать, и умею дать рекомендации, как это сделать другому человеку, и умею это разложить, и продать, и упаковать, и общаться с клиентом, и все это совместить в единую систему. И самое-самое главное для вас, наверное, что я могу это все системно передать и проследить, чтобы вы научились и переняли всю эту историю. Также хочу рассказать о моей цели, о моей миссии, зачем вообще всем этим занимаюсь. Я люблю все прекрасное, то есть я люблю и вокруг когда, и внутри дома, и я с болью смотрю на то, что делают вокруг. Это непонятный какой-то дизайн, архитектура, сайдинг, какие-то странные дома. И когда даже дома люди вешают ковры и люстры, не понимая, что можно за те же деньги сделать более качественно, более интересные какие-то решения, варианты. И хочется именно с этим побороться. Я за то, чтобы вокруг нас, и нас, и наших детей, и наших потомков, в нашей стране, и во всем мире окружало только красиво, и только прекрасно. Я сам испытываю истинное удовольствие, наслаждение, когда вижу что-то качественное, красивое. Мне это прям физически доставляет удовольствие. Вот у кого так же, у кого есть примерно такое же, нам с вами по пути. Если у вас есть, то же напишите об этом. Скорее всего, вы занимаетесь дизайном тоже, чтобы нести нечто вечное и прекрасное. Но я вижу, что здесь есть проблема, потому что вкус у кого-то есть, у кого-то нет. И в целом набор дизайнеров не способен полностью изменить ситуацию. Нужно воспитывать, и нужно меняться, чтобы был запрос у клиентов. Поэтому я хочу, чтобы профессия дизайнера, она приобрела некий статус, чтобы не воспринимали это как мальчиков и девочек, которые подбирают обои. А профессия была как важным элементом, что люди понимали, что если заболел зуб, ты идешь к врачу, ты сам себе не лечишь. Если спустила шина, ты вызываешь шиномонтаж. Также профессия дизайнера, это не вопрос, что ты теряешь деньги на то, чтобы нанимаешь, а что-то делаешь непонятное. А ты экономишь деньги, экономишь время, и ты работаешь дизайнером и уважаешь его. За счет этого дизайнеры имеют возможность достойно зарабатывать, заниматься любимым делом и развиваться, совершенствоваться в профессии. У нас уже не должно быть ни в коем случае каких-то боев и демпинга. То есть хочется систематизировать эту профессию, чтобы каждый дизайнер был профессионал. И профессионал не только в планировках и в создании именно самого дизайна, а в том числе и в процессах, чтобы услуга была четко регламентированная, чтобы клиент понимал, что он покупает. Потому что многие не заказывают дизайн, потому что просто в целом не понимают состав услуг. И самое страшное, что и дизайнеры не все понимают состав услуг. У каждого это свое, и каждый лепит что хочет. То есть нет какой-то централизованной такой готовой информации, готовой модели, которую можно просто взять и применить как некий шаблон, как эталон. В архитектуре есть, в строительстве есть, в лечебном, в учебном заведении есть, в дизайне нет. Каждый делает как угодно, ну потому что вроде как красиво или некрасиво, ни на что не влияет. На самом деле я считаю, что красота влияет на очень многое, оно влияет на наше внутреннее состояние, на наше настроение. И в целом, насколько тебе комфортно дома, в ресторане, в офисе, все это влияет на твою продуктивность и на твой успех. Многие на это не обращают внимания, кажется, что, ну, не так это важно. На самом деле я считаю, что это очень важно, это один из основных тех критериев, которые влияют на наше настроение. А когда у нас есть настроение, нам хочется работать, творить, совершенствоваться, записывать видео, делиться информацией, делать дизайн и двигаться вперед. Именно это является главным элементом развития. И я вижу, что я могу повлиять на наш мир, на нашу страну, на наше развитие именно с точки зрения дизайна. Я в этом очень хорошо разбираюсь и разбираюсь с точки зрения профессии, с точки зрения технологии и с точки зрения бизнеса и продаж. И, соответственно, у меня есть возможность все это дело упаковать, преподнести и создать встроенную систему. Благодаря нашей системе многие люди становятся профессиональными дизайнерами, приобретают новую профессию. Также большое количество людей становятся бизнесменами в этой теме и создают компании, нанимают дизайнеров, нанимают строителей и оказывают услуги. Они уже действуют качественно, они уже действуют правильно по нашим методикам. Мне очень приятно смотреть, как я меняю мир, даже не только через себя и не только через свою студию. Моей задачей сделать сотни и тысячи студий и компаний, которые работают по нашей методике, которые реально уже опробованы на сотнях других компаний, которые проходили у нас обучение. Я хочу сделать их не сотни, а тысячи. Тогда я уверен, что будет изменение в этом мире и будет изменение в нашей стране, и мы перестанем делать дома и сайдинга, будем делать нормальные решения с нормальными материалами, как внутри, так и снаружи. Я считаю это важно. Если вы разделяете такую позицию, то нам с вами явно по пути, и мы можем уже переходить к инструментам. То есть это вот тема, куда мы двигаемся, зачем. Я разработал несколько методик. Это методика освоения профессии, именно дизайна, которая позволяет за счет навыков максимально короткий срок выучить ее на практическом уровне и стать дизайнером с поддержкой. Второе – это работа на авторском надзоре. Методик называется «Адский авторский надзор». Заключает в себе технологию из соединения послепроектных услуг, как авторский надзор, комплектация, управление строительством, генеральный подряд, как это все разделить и соединить, плюс объяснить клиенту, чтобы он платил за это денег. И вторая часть этой же методики в том, как потом провести проект выгодно для себя, как работать с поставщиками, как запартнериться и работать именно выгодно. Это комплектация. Моя идея заключается в том, что дизайнеры должны не только быть профессионалами, они должны уметь себя преподнести, продать и достойно зарабатывать, чтобы не давать клиенту возможность собой манипулировать, чтобы клиент тоже понимал, что мы профессионалы. Соответственно, нужно в первую очередь уважать себя, а уважение к себе приходит от того, что ты понимаешь, что ты занимаешься действительно качественным делом, ты делаешь все правильно, ты себя испытываешь, гордость за свою работу, и ты чувствуешь, что ты профессионал. Для этого недостаточно делать только свою работу хорошо, нужно уметь ее обосновать, донести до клиента, уметь защитить, уметь построить, то есть полностью знать весь процесс. Многие дизайнеры, даже талантливые, как я замечаю, не всегда знают весь процесс, как надо работать, от этого страдают, от этого делают по 10 вариантов, дальше клиент говорит им, что делать, они не знают, как отказать, делают так, как сказал клиент, потом получается все плохо, дорого, и клиент винит не себя, а дизайнера, потому что, ну, надо было предупредить или надо было настоять на своем, и дизайнер, в силу того, что он не был подготовлен, он этого не сделал. В общем, это не позволяет развиваться, это угнетает многих талантливых людей, я считаю, что абсолютно точно с этим надо работать, и это надо победить. Поэтому методика у нас простая, я делюсь этой информацией, именно для этого, именно для этого распространяя эти знания, которые вы видите, как можно изучить, и как можно работать правильно. Вы можете посмотреть дополнительно мои ролики на YouTube-канале, можете рассылку получать, можете на обучение записаться, если хотите внедрить это по максимуму быстро, с моей поддержкой. В общем, самая главная задача, не важно, как вы получаете информацию, важно, чтобы вы ее применяли и получали результат. А если у вас будет результат, обязательно пишите мне, поделитесь, я расскажу о вашем кейсе, как рассказываю о многих других дизайнерах, которые уже применили эту методику и у которых есть результаты. Теперь, если мы говорим о практическом применении, мы создали дизайн-конференцию, где мы встречаемся, также у нас есть клуб системных дизайнеров, где мы обмениваемся навыками, наработками, делимся проверенными поставщиками и сотрудниками, в общем, помогаем друг другу. Я считаю, что это важно, именно сообщество и поддержка. Хочется создать некую такую структуру, где не каждый друг другу конкурент, а каждый друг другу коллега и готов поддержать. Хочется создать свое профессиональное сообщество независливых людей, как это обычно бывает, выложат работу и там прибегут кучу народу написать, как все плохо. А именно людей, которые поддерживают друг друга и дают, если надо, объективную, конструктивную критику. Но в целом, чтобы общее настроение было на то, чтобы поддерживать друг друга и если у кого-то что-то не получается, не ругать и не смеяться, а помогать. И тогда у нас сообщество будет двигать нашу индустрию вперед, тогда мы можем поменять дизайн, объяснить это клиентам, выработать стандарты, выработать качество, выработать понятные инструменты, какие должны быть общие для всех и в итоге вместе изучать эту тему, двигаться к своему развитию в творчестве и больше зарабатывать. Так же, зачем мы вообще начали школу и обучение, ну, это случилось достаточно случайно, но нам нужны на самом деле сотрудники, которые разделяют наше мнение, наши принципы работы, наши принципы системной работы, когда мы не только работаем и делаем, но делаем это правильно, последовательно считаем время и мы понимаем, что нам с такими людьми по пути. Мы хотим, чтобы таких людей было больше, чтобы и мне лично, в нашей компании, студии и другим коллегам, кто у нас учится и кто работает уже системно, чтобы мы могли меняться, в том числе сотрудниками и сотрудники тоже, чтобы могли расти и расти не в одной студии, а в нескольких компаниях. То вот он поработал с одним стилем, с одной компанией, потом по этим же принципам спокойненько перешел в другую и там поработал, поучился, получил навыки. Вот это очень важно и это возможно, когда у нас есть стыковка по одному какому-то алгоритму. Одной из главных задач, почему я делаю и обучаю, это для того, чтобы найти самых лучших специалистов, лучших дизайнеров, лучшие кадры, которые не только профессионалы, но и разделяют наши принципы и согласны с ними. Для этой цели, как инструмент, мы также создали стандарт профессии. Вы можете изучить его, посмотреть более детально, я дам ссылку, и это документ, в котором собрано 10 разных позиций, 10 разных функций, которые есть у настоящего дизайнера. Все эти позиции и функции вы можете пройти от чертежника до руководителя студии, визуализатора, дизайнера, ведущий специалист, комплектатор. Все это вы можете выучить и знать, и именно когда вы будете учить это с профессиональной точки зрения, и одновременно навыки, которые будут двигать вас вперед по цепочке денежной, в общем, это движение совместное по профессии и по навыкам, оно приведет как раз-таки к росту по деньгам. На данный момент в зонах моих интересов это развитие именно индустрии дизайна. Я открыл направление работы в том числе с поставщиками. Я написал книгу «Энциклопедия дизайна и комплектации», который собрал трехсторонние взаимоотношения между клиентом, который покупает материалы и мебель, между дизайнерами, который хочет заработать на этом, и между поставщиками, которые тоже хочет заработать. И вот в таком треугольнике это может быть либо война, когда каждый пытается рубать побольше и сделать поменьше, либо это плотное сотрудничество, когда каждый профессионал понимает, что делать, где заканчивается его действие, где начинаются другие действия другого человека, когда клиент платит за услуги дизайнеру, когда поставщик платит агентский, когда это надо, когда дизайнер постраховывает поставщика и осуществляет выбор между разными поставщиками и презентует это клиенту. Вот такая вот взаимосвязь описана в книге «Энциклопедия дизайна». Мне в данный момент интересно именно исследование в этой сфере. То есть я больше сейчас как исследователь и методолог, вы можете ознакомиться с этими материалами тоже. Большое количество дизайнеров на всей территории России и ближайших государств, в принципе, даже и по миру у меня есть разные клиенты, они частично или полностью переняли мою систему и по ней работают. И вот мне очень нравится, когда я транслирую эту тему и благодаря ей делаю бизнес и индустрию более системной. То есть мне вот это доставляет удовольствие. С материалами вы также можете ознакомиться. Это наше сегодняшнее занятие. Оно тоже является и служит таким вот якорным событием, когда я рассказываю и свой путь и одновременно показываю ваш путь от нуля до дохода в миллион, какие этапы надо совершить, какие навыки нужно иметь и как это сделать вам максимально быстро. Вот это тоже часть элемента большой систематизации. И самое главное, что хочется здесь отметить, что ни в коем случае никогда ничего не стоит бояться. Кого-то пугает конкуренция, кто-то думает, что заказов нет, кто-то думает, что он не талантлив, что у него не получится. Это все мифы, ложные убеждения, с которыми можно и нужно работать обязательно и тогда все получится. Клиентов много. Если ты находишь свой путь, если ты находишь свой стиль, если ты понимаешь абсолютно все эти вещи, которые я рассказываю по систематизации, по последовательности действий, ты становишься очень разумным, очень спокойным, очень точным экспертом, экспертом, с которым хочет работать каждый клиент. И если он будет выбирать и кто-то будет рассказывать клиенту, как будет восхитительно, какие будут тряпчики, какие будут детализации, декор или еще что-то, а другому клиенту будете рассказывать вы с другим подходом, то клиенты будут у всех. Клиенты будут и у тех, у кого декоративный подход, и у кого архитектурный подход, и у кого эксклюзивный подход, у кого поток, у кого работа с строителями, у кого только поставки. Подходов есть очень много. И ваша задача найти именно в зависимости от ваших навыков ваш путь, можно мой посмотреть, но посмотреть только как пример, как иллюстрация того, как может быть, как подтверждение и как просто интересный рассказ. Но ваша задача, благодаря нашей методике изучения дизайна, найти свой путь и по нему выстроить свою систему, свою карьеру. Да, путь будет не всегда гладкий, но для этого есть обратная связь, вы всегда сможете спросить, узнать, проконсультироваться. Это очень сильно помогло именно мне, если бы у меня не было поддержки, если бы у меня не было коллег, с которыми я делился тоже информацией, с которыми я делился материалами, я бы не смог расти. На данный момент я участвую тоже в большом количестве сообществ, у меня есть и личные тренера, и коучи, с которыми я работаю. У меня есть доступ в сообщество людей, которые зарабатывают миллионы. Я очень сильно помогаю им по систематизации, а они мне помогают с другими навыками, которые у них тоже есть. И именно в общении получаются замечательные продукты. И точно так же, если вы будете обучаться, если вы будете хотеть двигаться по этому направлению, если у вас будет полная картина, а она у вас будет на интенсиве, вы точно ее полностью себе возьмете, то ничего не сможет вас остановить. Я желаю вам удачи на этом направлении и двигаемся дальше вместе к этой цели. Продолжение следует...